Добрый день, господа! Пока я нахожусь в Египте, решил по просьбам подписчиков, потому что очень много раз спрашивали, рассказать еще одну историю, дай бог памяти, потому что это было очень давно. В общем, видео будет называться «Как я выучил английский язык». Начнем с самого начала. В школе я изучал французский язык, и поэтому ничего я не знал, кроме того, как «Je ne mange pas ces jours», «Je m'appelle gina», «Je m'appelle tu», «Je m'appelle tu», «Je m'appelle tu» и все такое. Когда я закончил 10 класс, я поступил в вышку в Морскую академию и подумал, ну вот здесь-то я выучил английский язык наконец-то. Пришел туда, думаю, ну начнем с алфавита и так далее, будем постепенно учить слова, продвигаться, а там бабах на первом курсе такие суперсложные технические тексты. Несмотря на все наши просьбы, никто нас не слушал, потому что была такая программа в Советском Союзе, и просто, в общем, зубрили эти тексты. Я, естественно, это все мое желание отпало учить, за пять лет я его так и не выучил. Тупо, когда был экзамен, я зазубрил все эти тексты, рассказал, что ни тексты вообще мне в голове не укладывались, что и английский язык. После окончания своей академии всех моих товарищей распределили пароходство черноморское, а я получил свободный диплом и думаю, ну пока вы там в этом пароходстве, я сейчас найду себе работку как раз… А, нет, чуть-чуть не забыл. Это, пока я учился в академии, где-то в 90-м году, в 91-м, пошел я на практику, первый раз или второй, и тогда я знал только yes, no, все. И в те времена, когда уже Союз почти развалился, набрали мы всяких командирских часов, фотоаппаратов «Зенит», тогда они очень хорошо ценились на Западе. Взял, я помню, своего товарища, звали его, зовут Юрий Юрош. Я говорю, Юрик, я знаю одно место, где очень хорошо мы сейчас продадим наши фотоаппараты часами. Сели, значит, это был порт Перей, сели в одном месте на троллейбус, доехали до другого порта, заходим туда, я увидел какое-то судно Роро, помню, с итальянским флагом. Говорю, ну сейчас мы тут продадим нормально. И давай на пальцах объясняться, что свистели, выходит какой-то тип, мы туда залезли по трапу, продали все эти дела, помню, по 60 долларов. Зарплата, кстати, у меня была 7 долларов в месяц, замечательная зарплата. Ну, мы наторговали за месяц, что я за год мог спокойно жить, оделся, кушал и гулял, и все нормально было. Ну, как бы видео не об этом, видео об английском языке. И давай мы с ним что-то изъясняться, когда еще подвезти товар. Я даже не мог вспомнить, что, допустим, он спрашивает, когда ваш пароход. Мы буквально сидели и на листочке рисовали, что пароход, ту-ту, уходит, когда, а он уходил в среду. Я даже не мог слова сказать Wednesday. Wednesday – это среда. Tuesday, Friday, Sunday, ну что-то такое. И у меня первая мысль тогда зарядилась, надо учить английский язык. И потом, когда мы обратно возвращались, мы сели на тот троллейбус, едем, 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 куда-то в Афины вообще. Мы в шоке выбежали из троллейбуса. Давай, в общем, судорожно у всех спрашивать, а спрашивать мы не можем так на русском языке. Подбежали, значит, к какому-то киоску. Давай снова троллейбус рисовать, показывать, там, гуськом бегать и так, и так. Она нас не понимает, мы ее тоже рисовали, рисовали. В итоге она нам сказал какой-то номер, там, 44-й. Мы сели, доехали до порта. А, кораблики, море, доехали. Я думаю, нет, надо наконец его учить. И потом я тоже помню в те времена уже на пароходе послушал MTV на английском языке. Я ничего не понимал, но мне на слух он так нравился. Думаю, это классно, надо выучить. Ну вот настал тот момент, когда меня десантировали, когда я получил диплом. И думаю, сейчас я такой крутой товарищ, сейчас я устроюсь куда-то под флаг и пойду себе спокойно. Ну, естественно, захожу ни английского, ни опыта, ничего. Скажи там, как будет лампочка, как будут плоскогубцы, как будет ключ. Я ничего не могу сказать. И думаю, ладно, надо действительно ехать домой, бросать это занятие и начинать его учить. Купил, помню, книжку. Автор Петрова. Петрова, точно. Ну, желание было громадное, я буквально выучил за месяца два. Думаю, все, я крутой товарищ, я знаю английский язык. Потом думаю, нет, ну как, я придумал какой-то свой язык в голове, как я понял потом. Потом скопил денежек, купил какие-то курсы, 10 виниловых пластинок. Ну, винил, если знаете, такие пластинки были очень давно. Приношу их домой, начинаю слушать. Там говорят, how are you? Where are you going? Я ничего не могу понять. Я не могу это произнести. Думаю, что я учил? Непонятно. Ну, давай, значит, по этим, по этому курсу пытаться, значит, повторять то, что они говорят. Более-менее как-то пошло. Пошло, ну так, что-то выучил. Ну, потом мы с женой же, то, что я раньше рассказывал, пошли на этот пассажирский теплоход под названием ТГ Шевченко. И где-то изучение английского языка заняло мне где-то года два, точно два года. Я думаю, ну все, я уже его знаю, надо выходить в люди. А возили мы всяких иностранцев, немцев, канадцев. И вот я первый раз как-то зашел, будучи матросом, канадки какой-то старой. Что я не помню. Что-то я занес ей. Занес, и она говорит, что-то я какой-то подарок вынесла. Говорит, are you married? Я говорю, what? Что? Я сразу перепугался, и меня переклинило. Она говорит, do you have a ring? What? Кольцо. Я говорю, I'm married, but I don't have a ring. Ну, я так тогда не говорил. Что-то она там, передайте по своей жене. Ну, передал. Думаю, нет, так дело не пойдет. Надо как-то дальше развиваться. И как раз, вот, сын, сын родился пару лет назад. Ну, мы такие родители были, что, в общем, ушли на этот теплоход, а сына отдали в месяц тещей моей. Привозит она его где-то год и семь месяцев на Одесский вокзал. А он еще не говорил ни на русском, ни на каком языке. Я его, значит, на руки взял. Думаю, вот же отличный шанс. Вот у меня собеседник. Буду с ним разговаривать. Ну, и мы вместе втроем жили на этом теплоходике. Я с ним гулял по морвокзалу, по этой потемкинской лестнице, по городу. На плечи его посадил. И иду такой. И говорю, look, son, it is sky, there's birds are flying, there's a train is running, there's a sun is shining. Что-то такое. В общем, ходил, говорил. А он постепенно сидит, сидит и начал впитывать. Я сижу в каюте у себя. Он у меня хочет воды попить. И говорит мне, папа, водички, водички. Я сижу, отвернулся, как будто не понимаю. А он мне, daddy, give me some water, please. Я ему, оп, водички. Так он начал говорить с Наташей, значит, дай мне водички, а со мной give me some water. Ну, и потом я его научил всяким этим делам. И вот так, кстати, ему очень полезно было, потому что у него комплекса вообще не возникало с английским языком. Дальше каких-то слов нахватался, походил. Так, а что у меня дальше было? А, учил, учил я. Потом, значит, мы уволились с этого парохода, закончилась там наша работа. Думаю, не, надо по-серьезному, пойти на курсы. Приехал в Киев, нашел, а, звоню по объявлению, везде какие-то наши репетиторы, 10 долларов в час, 10 долларов в час. Но у меня таких денег не было. Тут раз какая-то, какие-то австралийки, англичане, американцы, 1 доллар, 1 доллар в час. Я пришел к австралийке, 3 месяца отходил, она на русском не бум-бум, причем очень хорошо. И ты приходишь волей-неволей, ты начинаешь, пока она тебе объяснит одно правило, ты 120 других запорнишь. Вот так я учил, ходил, познакомился там со Стасом, с его братом Костей. Все они десантировались уже давно в Америку, в Канаду. Один я остался. В общем, походил, походил. Потом меня судьба занесла в другие места. И потом уже, когда перед походом в море, в 32 года. А, я где-то год ходил, меня этого же Стаса встретил, он как раз собирался уже в Канаду отчаливать с семьей. Он говорит, есть отличное бесплатное изучение английского языка. Я говорю, какое? Мормоны. Я говорю, да нет, Стас, какие мормоны, я к ним не пойду. Это же какие-то эти баптисты, адвентисты седьмого дня по религии. Я говорю, нет, я не пойду. Да, нормально, они бесплатно преподают. Ну, действительно, я пошел три раза в неделю по два часа. Был один тип веселый, 18 лет, с Аляски. Как его звали, не помню. А, вот как я еще учил. Я насобирал же кучу кассет. Арнольд Шварценеггер, Сталлоне, там все эти. Рэмбо, Первая Кровь, Терминатор. Я все наизусть знал. Пятый элемент. С субтитрами смотрел. И приходил к этим мормонам. И он говорит, у кого есть какие вопросы? Все сидят, тупо голову опустили. А я же по номеру брал всяких идиом. И давай. А что он здесь сказал, что там сказал. Какие-то идиомы. Ну, нецензурная лексика. И все такое. В общем, разговорный, так сказать, перед тем, как уйти в свой первый контракт, я знал очень неплохо. И, в принципе, у меня в голове так и осталось. Американцы, англичане, австралийцы. Вот этих всех итальянцев я не знал. Итальянцев, немцев, филиппинцев, индусов и все такое. Значит, прихожу тоже на собеседование по английскому языку в первую контору. Меня спрашивают, скажи, как называется молоток или нам нужно починить трубопровод какой-то. Я снова раз в ступор выпал. Да что ж такое, надо по новой начинать. Ну, кое-как прошел там на тройку с плюсом. Пришел на пароход и там уже понеслась. В общем, из инструкции все это учил, 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 учил. И постепенно с нашими работал. Работал, работал, как бы, ну, в голове этот английский держал. Потом попадаю с филиппинцами и слышу вот такую речь. Это был кореец с филиппинцем. Потом снова, да, филиппинцы, филиппинцы, филиппинцы. И когда я попал уже первый раз с индуссо-итальянцами один, я был в шоке, конечно. Я по телефону не говорят, я ничего не могу понять. Ну, просто это какая-то неземная марсианская речь. Ну, я уже переслушал все акценты. И когда я слышу какого-то американца, англичанин, это просто как русский человек какой-то зашел. Я не знаю. Это, ну, невозможно. И вот так постепенно, сейчас я его абсолютно не учу. Просто тупо слушаю YouTube, открою что-то там по музыке или что-то, какой-то фильм. Фильм я уже тоже не смотрю. Просто кто-то что-то объясняет в YouTube. Вот это все мои познания. Так, конечно, хотелось бы попасть именно с англоговорящими людьми. Или с канадцами, или еще с кем-то. Ну, пока что, получается, вот, индусы, индусы, это вообще, как шмели жужжат. Так что, ребята, вот я все рассказал, потому что много вопросов было. Берите и учите. Тоже спрашивают, какие учебники, где искать. Да это в мое время какой-то один учебник был. Сейчас возьми этот YouTube, вот, набери английский для начинающих. Раз тебе вылезет это видео какое-то, там еще. Если бы я сейчас имел такие возможности, я бы его, наверное, за полгода выучил. Ну, у меня сейчас такого желания не возникает. Просто я его даже не совершенствую. Как это мне сын рассказывал, когда не хватает словарного запаса, то люди говорят, Клин, твою мать, пейн, твою мать. Вот такого плана, вот такой английский язык. Поэтому, ребята, всем желаю успеха в изучении успехов, в изучении языков разнообразных. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ищите меня во всех соцсетях и в Инстаграме тоже. До встречи. Может быть, еще запишу одно видео. Тоже просили. Надо собраться с духом, это рассказать про все национальности, какой у них менталитет, как с ними работать. А национальностей у меня 16 где-то. Да, 16. Представьте, про все рассказать. Но это, смотрите, моя история. Это все я подробно описал. Ну, так, если выбрать, надо подумать. Все, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин